Всем привет! Сегодня говорим про новое поколение компьютеров Intel NUC — компактных компьютеров. Стремление к компактности — один из главных двигателей развития технологии. И чем мощнее железо ты сможешь поместить в более компактный корпус, тем круче. Intel создает свою линейку Mini Poconuc уже несколько лет, и название Next Unit of Computing говорит само за себя, что за этим будущее. Начнем с того, что на CES 2018 Intel представили восьмое поколение процессоров, 14-нанометровые, где Core i5 и Core i7 работают в паре с графическим ядром от AMD Radeon RX Vega MGH. Процессоры, прежде всего, созданы для прототипных устройств, чтобы конкурировать с ноутбуками с дискретной графикой. Но сегодня речь пойдет не о них, а о персональном компьютере, как ни странно. И первым персональным компьютером с Intel Kaby Lake G стал Intel Nuke, вот этот компактный. Это шлем Oculus Rift, о котором вы все прекрасно знаете, читали, шлем виртуальной реальности. К нему идут контроллеры Oculus Rift в комплекте двух штук, вот так они выглядят. И последнее — камеры для отслеживания движений Oculus Sensor. Также Logitech любезно предоставили беспроводные аксессуары. Клавиатуру K380, вот такую компактную, и мышку G403. Учитывая, что Nuke продается без оперативной памяти и без встроенной, нам они также понадобятся. Это фирменный SSD от Intel 7-го поколения, 760p на 512 гигабайт, а также две планки по 8 гигабайт формата Soul Dim от HyperX. Комплект у нас действительно очень богат, и все это покупается, естественно, отдельно. Но если бы это все продавалось вместе в рознице, страшно представить, сколько бы все это стоило. С чего начнем? Чтобы не было путаницы в названиях, Intel Kaby Lake G и Coffee Lake одинаково восьмое поколение процессоров Core. Просто нужно это принять, именно в процессоре Kaby Lake G используются видеоядра AMD. Поэтому линейку решили выделить отдельно, можете называть ее экспериментальной, если хотите. Переходим к самому ПК. Можно же его так назвать? Первое. Новый Hades Canyon — самый мощный компьютер Nuke и, вероятно, самый мощный мини-PC на данный момент. Здесь вам и Core i7 новый, и графика, которая по своей мощи превосходит GeForce GTX 1050 Ti. Проще говоря, Hades Canyon в производительности легко соперничает с игровыми или профессиональными ПК за 70-100 тысяч рублей. И это все в такой крохотной коробочке размерами 221 на 142 на 39 миллиметров. Надо сказать, что весить при этом она ощутима, да и блок питания тут внешний размером, как половина самого компьютера. Это, конечно, минус. Так что первое впечатление немного смазывается. Все же в рюкзак его без задней мысли вот так не положишь. Спину придется надорвать. Это скорее решение для уютной маленькой квартиры, да и чтобы пыль в огромном корпусе не чистить. Но о чем мы тут говорим, если это маленькая-маленькая машина тянет огромный 4K-монитор Philips Brilliance. Будет все работать идеально. То есть компьютер с легкостью вытягивает такое разрешение. Кстати, монитор тоже непростой. Он, во-первых, изогнутый. Во-вторых, поддерживает режим Multiview сюда до четырех источников. Одновременно можно вывести. И в моем сценарии это актуально, когда к одному монитору подключен хейт с каньоны, например, Mac Pro одновременно. Можно даже сразу выводить несколько картинок на экран. А еще тут есть хаб USB 3.0 и пара портов для зарядки гаджетов. Ладно, возвращаемся к нашей мощи. Игры и бенчмарки. Начнем с цифр. В 3D Mark получается чуть больше 3000 баллов. В Geekbench 4 – 5300 и 17600 в сингл и мультитестах. Это на уровне iMac 27 последнего. В OpenCL тесте 86800 баллов. Прям очень хороший результат. И, наконец, Cinebench. Почти 136 кадров в секунду в OpenGL тесте и 872 очка в тесте процессора. Вы сами все видите. Для такой коробченки результаты сумасшедшие. И мало сказать, что они просто удивили. Я бы сказал, поразили, но еще больше поразили игры. Full HD разрешением и максимальные настройки. Far Cry 5 – 70-75 кадров в секунду в помещениях на местности в районе 60. PlayerUnknown's Battlegrounds – от 45 до 60 кадров. В сильных замесах проседает до 35-40. Но, в целом, такое редко. Дальше. Ведьмак 3 – та еще заправка для разогрева. Около 40 фпс в сложных сценах и до 50 в диалогах. GTA 5 – от 80 до 100 кадров. И это победа, как по мне. Остался Battlefield 1, который на этом нюке выдает около 100 кадров на максимальных настройках. И это тоже вау. Не могли бы пройти мимо 4к. И тоже затестили. В обратном порядке. Батла – 30-37 кадров. GTA – в пределах 30. Ведьмак в среднем 15 фпс выдает. И это единственная игра из всех, которая на нюке в 4к будет вряд ли играбельна в принципе. PUBG – около 40 фпс, почти без падений. Ну и Far Cry 5 – 20-25 кадров в секунду. Какое заключение по играм? Компьютер однозначно игровой, даже для 4к разрешения, если поставить настройки чуть поменьше. Средний или низкий. За исключением Ведьмака 3 только. Крайне, крайне, крайне удивил. Таких вот игровых боксов хочется побольше. Теперь маленьких и компактных. Это все было первое. Второе – это самая маленькая платформа, которая поддерживает VR. Шлемы HTC Vive и Oculus, а также все дополнительные контроллеры. А теперь загляните под стол и скажите, поддерживает ли VR ваш ПК? Этот огромный ящик. А вот эта маленькая штука с книгу поддерживает. Для этого Intel разработала специальную технологию охлаждения. Здесь два вентилятора, которые за одну секунду продувают пять объемов этого корпуса, при этом работая на 70% от максимальной мощности. Кроме того, здесь T-образная воздушная камера. Вместе с вентиляторами они сначала охлаждают процессор, а потом все остальные элементы. Третье – это самый порто-напичканный мини-PC. Тут есть вообще все и какой-нибудь Mac Pro за 400 000. Просто отдыхает. Спереди находится LED-кнопка включения, разъем для SD-карт, USB 3.1 и USB 3.0, HDMI 2.0a с поддержкой подключения дисплеев 4К 60 Гц и HDR. Мы уже это доказали на Philips. Справа от него находится USB Type-C версии 3.1 и 3.5 мм. Аудиоразъем для подключения микрофона. Вдоль передней панели расположился массив из четырех микрофонов с изменяемой диафрагмой направленности, разворачиваемой сзади еще больше всего. Еще один 3.5-мм разъем, но уже для подключения акустики. Коннектор питания 19-вольтовый. Два разъема Thunderbolt 3, совместимых с USB Type-C 3.1. Два мини-дисплей-порт, новейший 1.3, хочу заметить. Два Ethernet-порта гигабитных. Четыре USB 3.0 Type-A и HDMI 2.0a. Такой же, как и на передней панели. Сбоку есть Kensington Lock, чтобы не украли. Уверена, можно сказать, что такого количества различных разъемов и интерфейсов нет ни на одной самой крутой материнской плате и уж тем более в ноутбуке. Естественно, толщина ощутимо подросла по сравнению со Skal Canyon. Но и возможности выросли соизмеримо. Хейт с Canyon почти не изменился внешне на самом деле. Да, потолстел, как уже было сказано. Если объем был 0,7 литра, стал 1,22. Но в целом это та же модель, сделанная из пластика. Вы спросите, где логотип черепа? В этот раз все сделано любопытно. Если поднести крышку к свету, то череп мы увидим как раз. Но на корпусе его видно только если включить компьютер. Он светится и причем очень стильно. Под крышкой целая RGB LED-подсветка и два выреза под глаза. Всю эту мишуру вообще можно снять, можно отключить подсветку черепа. А вот тут уже внутренности. Где и пару SSD можно воткнуть и две планки формата SO-DIMM. По периметру корпуса также есть множество отверстий для охлаждения. Но шума, к слову, совсем немного. Только при высоких нагрузках можно действительно четко услышать, что нюк зашумел. Отдельно хотелось бы сказать про дизайн. Все нормально, но выглядит все равно по-геймерски. Отталкивая взрослую аудиторию, кому такой ПК также подойдет. Почему бы не сделать просто прямоугольную стильную коробку в стиле Black Magic. Можно же было сделать и стильной, чтоб череп горел. Короче, по размеру ок, а по дизайну спорно. Существует две модификации Hades Canyon. Каждая из них есть в готовой полноценной сборке и в сборке без оперативной постоянной памяти. В младшей 8i7HNK установлен процессор i7-8705G с частотой 1,3 ГГц и дискретная графика Radeon RX Vega MGH. Оперативной памяти 8 ГБ и 128 ГБ SSD. В случае с китовой версией планки покупаются вплоть до 32 ГБ, а под накопитель есть пара слотов M.2. Та же история с максимальной сборкой 8i7HVK. Разница лишь в процессоре и внешней графике. Здесь стоит Core i7-8809G с частотой 3,1 ГГц Radeon RX Vega MGL уже. У нас как раз такая версия на тесте. Она же и позиционируется как VR-станция. Моделька попроще на это уже не рассчитана. Естественно, в обеих версиях есть Wi-Fi-модуль с поддержкой AC, есть и Bluetooth версии 4.2. Всё уже внутри и это действительно абсолютно готовое решение, как какой-нибудь Mac mini. Учитывая, что NUC-устройство голое, причём во всех отношениях, операционную систему вам тоже никто при покупке не подарит и её придётся покупать. Хотя мы все с вами прекрасно понимаем, как в России операционные системы покупаются. Но у нас остается два варианта. Это либо Windows, либо Linux. И Linux здесь будет бесполезен, потому что куда такую мощь девать на пингвине? Старые версии операционных систем тоже не будут совместимы, например, Windows 7 из-за нового железа. Так что либо Windows 10 Home, либо Windows 10 Pro. И, к сожалению, одна из неизбежностей окон — это вирусы. И без антивируса здесь никак. Да, встроенный Defender отлично справляется со своей работой, даже спорить не буду. Но если нужно хорошо защищать систему и при этом не нагружать её, то придётся прибегнуть к более профессиональному решению. Например, антивирус Asset Note32 Smart Security Family. Это комплексное решение, которое защищает сразу все ваши устройства. Что можно выделить? В первую очередь это однозначно защита онлайн-платежей. Потому что сейчас ими все пользуются, а здесь они проходят через специальный браузер все транзакции. Поэтому вы защищены автоматически. То же самое касается вирусов-вымогателей. Недавно только прошла волна. Пейте вон на край. И здесь как раз нормальный взрослый антивирус спасает от этого. Такой взрослый, как Asset. Дальше. Веб-камера. Если вы, как я или как Марк Цукерберг, заклеиваете её изолентой, то это стопроцентное хорошее решение. Но если вы этого делать не хотите, то Asset решает и эту проблему. Ну и последнее, не знаю, надо оно вам или нет — защита Smart TV. Да, сейчас это тоже нужно защищать. И злоумышленники могут получать доступ к вашему телевизору, к той же камере или микрофону. И Note32 стал первым антивирусом, который умеет защищать умные телевизоры. Что осталось отметить? Не загружает систему, поддержка на русском языке и уже 110 миллионов пользователей. Конечно, нам очень интересны тесты не только в играх, но и в VR. Виртуальную реальность ПК тянет вообще без каких-либо проблем. Даже поиграть можно, благо в Steam есть и Skyrim VR, и Serious Sam или Dangerous и так далее. В общем, игр уже огромное количество, вопрос только сколько из них крутых. По пальцам пересчитать, к сожалению. Но VR уже можно использовать и для работы, естественно. Построение 3D-моделей, размещение мебели или даже виртуальная сборка ПК — все это прекрасно уживается в Nuke в паре с Oculus Rift. HTC Vive также никто не мешает использовать. Все необходимые разъемы для этого есть. Кстати, стандартная среда для Oculus — это что-то с чем-то. Уж больно круто сделано. Sony VR в сравнении с Oculus не идет ни в какое сравнение. Разрешение, конечно, маловато, но в целом понимаешь, что такие штуки в будущем должны быть у каждого. Игровой опыт совсем иной. В США Nuke Heights Canyon стоит 800 и 1000 долларов за китовые версии на Core i7-8705G и Core i7-8809G. Если прибавить сюда 8 ГБ оперативной памяти и 120 ГБ SSD, то будет плюс 200 долларов еще. Российские цены будут примерно такие же, но плюс 20% сверху. Стоит ли Nuke своих денег? Он уверенно рендует видео. Здесь идут все современные игры. На максимальных или как минимум на высоких настройках есть поддержка VR. И все это помещается в углу на маленьком столе Ikea. Это будущее и оно стоит дорого, но своих денег оно стоит. Всем привет! Если хотите больше видео и особенно про ПК, типа Nuke и так далее, то не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик и, конечно, ставить лайк этому видео и писать комментарий. Все-таки это продвигает нас как-то. Так что давайте действуйте!